Уважаемые слушатели радио Аврора, сегодня мы с вами продолжаем наше исследование мозга развивающегося человека и смотрим, что происходит уже через несколько лет после рождения, что является ключевым в этот момент. Самое главное в увеличении размеров мозга это созревание естественно неокортекса. Причем интенсивность этих процессов так велика, что у детей 4-5 лет образуется столь гигантское количество связей между формирующейся корой, что им особенно не требуется даже пребывать в определенном эмоциональном состоянии. То есть, иначе говоря, мы же все знаем, смотрев на себя в зеркало или вспомнив свои поступки, что как только мы с вами начинаем нервничать, или нас там как-то обижают, или мы переживаем по какому-то поводу, не связанным с конкретными воспоминаниями, то у нас начинается такое откровенное торможение. Ну, мы плохо соображаем. И чем взрослее человек, тем больше он сбивается, так сказать, с темпа воспоминаний. Там, как говорил Астап Ибрабегимович Бендер, его достаточно пугать простым финским ножом. То есть, наша память очень сильно у взрослых людей зависит от эмоциональных состояний. У детей все не так. Дело в том, что когда мозг очень интенсивно растет, и у вас есть избыток связей, то есть, у вас компьютер, в котором совершенно пустой винчестер, и памяти сколько хочешь. И в этот момент запоминается все подряд. И это было проверено в специальных экспериментах, которые состояли в том, что детям начинают предъявлять рисунки знакомых людей, еще что-то, что связано с узнаванием. А также их стрессируют, то есть, погружают или в ту, или в иную эмоциональную среду. То есть, это было в те времена, когда еще с детьми можно было повозиться. И оказалось, что эмоциональное состояние ребенка, злость, сочувствие, страх, переживание за родителей и прочие-прочие вещи абсолютно не влияют на их персональные воспоминания. То есть, вспоминания о том, к чему они уже научились, или к тому, с чем они уже сталкивались. То есть, долговременная память настолько обильная и настолько избыточная, что они в любом состоянии примерно реагировали-то одинаково. То есть, но это скоро пройдет. Почему? Потому что в этот момент долговременная память работает не очень. Запоминаются только самые яркие события, которые или связаны с огромным эмоциональным стрессом, или с переживаниями, с какими-то личными, с испугами. Они, собственно говоря, обычно и воспроизводятся взрослыми людьми, как первые воспоминания из детства. Поэтому формирование коры, когда оно начинается, это, по сути дела, появляется не случайная память, а осмысленная. То есть, появляется субстрат для контроля за осмысленной памятью. То есть, той самой, которой человек пытается чему-то научиться, к чему-то привыкнуть. То есть, вот формирование коры сегодня и будет таким нашим, как бы, к нашей красной линии в нашей первой получасовке. Значит, почему кора так важна? Ну, потому что без коры тоже жить можно. Да можно, конечно. Крокодилы отлично живут, змеи неплохо, ящерицы тоже отлично. Кстати, у меня очень широко представленная группа. А в недалёком прошлом это те самые гигантские динозавры. У них есть корада, в нашем смысле нет. У них только в переднем мозге есть небольшая, тоненькая такая закладочка, тоненький слой клеток, который эволюционисты, специалисты по эволюции головного мозга идентифицируют с будущим нашим неокортексом. Неокортекс появляется в эволюции только у млекопитающих. Довольно поздно. А все остальные структуры, за счёт которых тот же новорожденный ребёнок дышит, осуществляет дофикацию, глотательные движения и прочее, они более древние. Они достались нам ещё с времён рептилий. И более того, значительная часть структур сформировалась ещё у земноводных, то есть лягушек тритонов, и даже у рыб. То есть это такие древнейшие центры, которые очень консервативно и устойчивы. Поэтому, когда случаются неприятности всякие в развитии, ну, патологии, то, о чём мы поговорили на одном из первых моих выступлений, поговорим ещё. Ну, например, там связанное с недоразвитием полушарий большого мозга. Есть такие заболевания, называется голопрозенцефалия, или ещё более тяжёлая форма, когда кора или очень маленькая, или почти отсутствует, ну, как там микроцефалия, вера. Но, тем не менее, все вот эти простейшие функции, которые являются врождёнными рефлексами, они обеспечены как раз древними центрами головного мозга, теми самыми, которые достались нам от рыб, амфибий и рептилий. А вот кора – это уже для млекопитающих. Именно благодаря коре наши очень далёкие предки потихонечку подъели динозавров, питаясь их яйцами, будучи сначала полутеплокровными, а потом настоящими теплокровными, оказались победителями в той эволюционной гонке с рептилиями, которые казались гигантскими и вечными. То есть, маленькие мерзкие крысята вы или больших, страшных и сильных динозавров. Это кое-что должно напоминать, то, что происходит и сейчас. Вот у детей по этой причине кора формируется очень поздно. То есть, это эволюционное новообразование, приобретение позднейшего периода в формировании млекопитающих. И поэтому она и формируется очень поздно. Чем раньше в эмбриональном развитии закладываются структуры мозга, тем более древние они по своему происхождению и наоборот. И это мы сейчас с вами с этим узнаем, поскольку очень многие особенности поведения детей напрямую сцеплены вот с этим формированием коры. Тем более, кора, которая покрывает наш мозг с бороздами и извильными, она имеет гигантский размер, на самом-то деле, благодаря как раз бороздам и извильным. Как некоторые полуграмотные репортеры очень любят сказать, это какой-то интросулькарный компонент, если то, что внутри борозд и извилин. Но не всем млекопитающие обладают этим интросулькарным компонентом, в том числе и как люди. Потому что есть люди, которые рождаются патологией, при которой отсутствует керификация. Так бывает, да. А вот среди млекопитающих это грызуны все с гладеньким мозгом. У кроликов тоже там не идеально. Ну и так далее. То есть, не все далеко животные обладают этим достоинством, складками поверхностей наокортекса. Так вот, формирование коры у ребёнка – это, по сути, дело знак равенства, осмыслено формирование, осмыслено субстрата для мышления и для формирования личности. Именно отсюда начинается уже личность, именно отсюда начинается накопление тех индивидуальных социальных инстинктов, которые с конкретной особи сделают человека, причём с индивидуальным мозгом. Почему? Потому что кора является основой произвольного мышления. Дело-то в том, что если мы берём там мозг крокодила, достаточно развитого, позвоночного, и у него всё осуществляется вместо коры крыша среднего мозга. Она тоже многослойная, имеет много слоев, даже больше, чем у нас в коре. Если наша кора всего шестислойная, то там бывает 8, 9 и 12 даже слоёв выделяют некоторые исследователи. Они просто используются, так сказать, на уровне рефлекторных механизмов. Вот если бы я строил компьютер, который бы вынужден был бы решать проблемы, скажем там, военные или прикладные, то я бы, конечно, использовал крышу среднего мозга крокодила в качестве образца. Потому что там просто друг над другом в разных слоях располагаются точки, которые представляют, ну, например, глаз и тут же лапу, которая попадает в поле зрения этого глаза, кожу и так далее. Слуховую систему направленную в это место. То есть такая карта совпадения всех органов чувств. И тебе достаточно просто сравнивать и, так сказать, убеждаться, что этот сигнал пришёл или не пришёл. У человека всё не так. Это всё разложено по поверхности коры. И у нас, и у ребёнка, там затылок зрительная область, височная – это слуховая, центральная – это моторная область, передняя – ассоциативная, там верхняя часть передней доли – это сложная манипуляция. То есть это специализированная кора, которая отвечает за конкретные функции. Так вот, выяснилось, кстати говоря, не так давно, о том, что при созревании этих самых функций, они созревают в разное время. При этом мозг у ребёнка маленький, а когда через год он становится чуть не в три раза больше, что происходит? Ну и долгое время считали наивные и малограмотные исследователи о том, что там, наверное, нейроны делятся. Ну это не делятся, я об этом говорил. Там единичные методы наблюдаются, конечно, в гиппокампе. Ну они затихают, об этом много публикаций, которые похоронили всех этих стволовых изобретателей компенсаторных клеток, которые, к сожалению, не оказалось. Иначе бы травму спинного мозга мы давно лечили. Так вот, мозг увеличивается. За счёт чего? За счёт изменения плотности нейронов на один сантиметр коры. То есть, иначе говоря, плотность у новорождённых очень высокая, а у взрослого человека намного ниже. То есть, а чем занято это пространство между нейронами? Связями. То есть, формирование коры, после того, как нейроны уже мигрировали в кору и выстроились в 6 слоёв, или больше, если это сложная кора, она начинается с дифференцировки. Дифференцировка – это что? Это образование межклеточных связей. И именно за счёт них у новорожденного мозг маленький, а у взрослого в 4,5 раза больше. То есть, это что? Это отростки, которые соединили нейроны, иначе эти нейроны работать не будут. При этом длина дондритов у новорожденного, например, примем за единицу, ток в конце первого года в 13 раз больше. А дондрит – это что? Это тело клетки и масса отростков, которые идут к соседним клеткам. А ещё есть длиннющий аксон, который идёт к органу мишени или к другим удалённым нейронам. Так вот, за год в 13 раз дондритов на каждый нейрон увеличивает всего за год жизни. А если подождать до зрелости и измерить их, то выяснится, что этих самых дондритов, отростков ближайших к телу нервной клетки, становится в 40 раз больше. Вот за счёт чего мы накапливаем те новые знания, которые нам необходимы для общения, для формирования персонального опыта, личной памяти и так дальше. При этом объём тем клеток тоже увеличивается. Вы же понимаете, что если клетка образовала в 40 раз больше отростков или хотя бы в 20 раз, то ей нужно как-то эти аксоны обслуживать. И тела нейронов тоже увеличиваются. У взрослого человека, по сравнению с ребёнком первого года жизни, размер тел клеток увеличивается в 5 раз. Здесь нужно сказать, что все нейроны работают всё время. Отдыхают они только у психологов. Ну, у них там, с их точки зрения, я не знаю откуда взявшись, мозг работает на 10%. Я думаю, что он настолько работает как раз у тех, кто это придумал. Потому что нейроны работают всегда. Больше или меньше. Но работают всегда. Если нейрон перестаёт работать, он погибает. То есть, иначе говоря, нейроны работают всё время. Поэтому тело клетки должно быть большим. Почему? Потому что нейроны – это своеобразная энергетическая станция. Такая атомная станция, которая перерабатывает глюкозу, которая в первую очередь поступает в ваш организм, в энергию запасает в виде АТФ. Я уже многократно говорил и повторюсь. Это тело обеспечивает при интенсивнейшей работе мозга, который никогда не отдыхает, просто понижает свой обмен, примерно на 6 минут. То есть, такой запас всего-навсего энергетический. То есть, мозг – это самая проглотистая часть вашего тела. Ну вот. И, соответственно, если у нас уж объём тел клеток в 5 раз увеличится, вы понимаете, соотносить всё время число нейронов, количество отростков, объём и вес мозга надо с учётом дифференцировки, то есть, образования межклеточных связей. А именно тех самых аксонов, дендритов и синапсов между ними, которые и позволяют нам думать, то есть, поддерживать информацию. Так вот, развитие вот этих полей, коры, которые составляют миокортекс, идёт очень неравномерно. Это важно понять. Потому что, ну, многие просто не понимают, что происходит, там начинают учить маленьких детей ораторскому искусству. Ну, господа, не пытайтесь сделать из картавенького, косноязычного человечка цицерона. Не нужно. Почему? Потому что поле 44 и поле 45 созревают поздно, а это те самые речевые моторные области, которые управляют глоткой и гортанью. Да и гортань-то ещё с глоткой не созрели, мускулатура не сформировалась. Чего вы мучаете, дитя? Как правило, полоумные мамки там отдаются в какие-то школа правильной сценической речи. Ну, придумайте какой-нибудь другой способ замучить своего ребёнка. Ну, всё-таки как-то надо подходить к этому разумно. Ну, зачем вам пытаться научить его высокому слогу, изложению своей мысли, если у него ещё поле 44 и 45 незрелые? То есть те самые моторные поля, которые позволяют нам управлять глоткой и гортанью. Те самые поля, разрушение которых знаменитый пуль брака определил, как пришло по их разрушению, возникает речевая фазия. Человек не может говорить, но может, например, петь. Всего три случая он исследовал. Трёх случаев хватило, чтобы сформировать теорию локализации функций в полях неокортекса. Так вот, кстати говоря, эти самые 44-е поле. У 20-летнего человека оно по сравнению с ребёнком первого года жизни увеличивается в 24-26 раз. Не на 24%, а в 24-26 раз больше становится. Поэтому, когда вы 5-летнего шкерите за ухо и там воспитываете, говорите, ну как же так, мы вам пригласили из Милана, учителя пения, а ты чего-то не как, нужно приглашать психиатра родителям, поскольку у него мозг ещё не созрел, пожалейте ребёнка. Но это ещё ладно. А 45-е поле, если сравнить с новорожденным, тоже 44-45, та самая область, зона брака, оно увеличивается к моменту созревания в 180-200 раз. Понимаете, как долго и медленно это идёт. То есть созревание межклеточных связей ещё не позволяет ему освоить управление глоткой гортани. Вы скажете, ну а как же пение? Да, конечно, пение, да. Но именно поэтому профессиональные певцы так долго и упорно учатся уже во взрослом состоянии. У них к 20 годам только сложилась система связи вот этих самых полей управления гортанью и глоткой. Именно поэтому это отодвинуто во времени. И поэтому хороший оперный певец возникает не сразу. Есть, конечно, очень, так сказать, способные, которые рано поют. Ну, например, та же самая Эмма Шаплин. Ну, действительно, тут уж. Но это редкость огромная. Обычно хороший голос созревает не сразу. А эти петушки, которые там кричат задорно и держат длинные ноты, не управляя своим голосом, они особого интереса для любителей настоящего оперного пения не представляют. То есть, иначе говоря, не надо ждать от детей до созревания, например, речевых полей каких-то выдающихся особенностей речи. Это мучится уже в зрелом возрасте. Почему? Потому что такими свойствами управления гортанью обладают не все, даже приматы. То есть, у приматов таких механизмов нет. Это человеческое. Именно у нас появились эти самые феноменальные штучки, которые позволяют управлять глоткой гортани. то самое иннервации сложные, которые делает нашу речь и членораздельной, и осмысленной. Кроме этого, рядом лежащие, то есть, если 44-е, 45-е поле лежат в нижней части лобной области, то чуть-чуть кпереди располагается и 10-е, и 46-е, и 7-е. Их тоже становление только начинается в 10-летнем возрасте. Трудно ожидать каких-то особенностей, в том числе интеллектуальных. У детей, раз у них не развито просто корковый субстрат для этого мышления, не торопитесь заставить их делать то, к чему их мозг ещё не приспособлен. Иначе это плохо кончится в основном отторжением родителей. С 10-летнего возраста примерно корой дети начинают пользоваться. Но более-менее осмысленно. То есть, они начинают понимать, что такое произвольное мышление. А до этого они будут вас копировать, особенно если вы их будете воспитывать методом рукосуйства. Или там бесконечно третировать, что делают очень мамочки, неудовлетворённые собственной жизнью, жизни своих детей. Ну, пытаются компенсировать психиатрические проблемы за счёт успехов как бы своих детей. Делать этого не надо, потому что это может привести к обратному результату, что дети так и никогда не научатся пользоваться своими, в том числе ассоциативными полями, а будут имитировать некую осмысленную деятельность. Ну, это легко увидеть. Вокруг нас таких имитаторов уже седовласых полно. Дело в том, что все ассоциативные центры тоже начинаются созревать по-серьёзному. так. Только после десятилетнего возраста. То есть возникает тот пул индивидуальных представлений о мире, который потом человек пронесёт через всю жизнь в момент начала дифференцировки этих полей. Для родителей это очень важный момент. Вот как в начале, когда ребёнок ещё кажется ничего не понимает, ничего не слышит и прочее, вы демонстрируете некие образы жизни, и они запоминают это как невербальную систему взаимодействия родителей и переносит потом на всю жизнь. Почему? Потому что связи очень много, и это так или иначе запоминается, но они не понимают, что они помнят. То уже в 10-летнем возрасте начинается созревание коры, причём, как я говорил, и сенсомоторных, и ассоциативных центров. И тогда начинается вот это вот самое запоминание всего того, что делает личность индивидуальностью. И при этом у девочек всё это происходит пораньше, где-то в 11,5 лет, а у мальчиков попозже, где-то ближе к 14 годам. То есть и здесь это чёткая закономерность. То есть дифференцировка нейронов у девочек идёт опережающими там, ну, понятно, потому что и у них совершенно другие репродуктивные задачи, и мозг к моменту репродуктивного успеха, он должен быть уже достаточно зрелым, чтобы испечь и выбор, и уход за детёнышем следующим поколением. То есть, таким образом, если мы обратимся к исследованиям созревания коры, то окажется, что на самых ранних стадиях формирования коры, это 10, 11, 12 лет, то есть это 4-6 класс примерно, логические рассуждения у детей, если всерьёз этим заниматься, практически отсутствуют. Многие мне скажут, ну, как же так, если вот, смотрите, он у нас как логично рассуждает, он не рассуждает, он имитирует. То есть, если сделать хороший контрольный опыт, а работ по этому было проведено океан, то показывают, что в этом возрасте, в общем, к ним обращаться, в смысле логических рассуждений, довольно сложно. То есть, это будет или повторение за взрослыми, имитация в том же даже тональности, или выяснится, что такие логические рассуждения, которых нужно использовать кору, практически отсутствуют. Ну, примеров очень много связанных с тем, что у нас даже сенсорные системы созревают очень медленно. достаточно вспомнить о таком важной сенсорной системе, как зрение. Мы же зрительные существа, и наши обезьянные предки тоже были зрительными существами. То есть, приматы вообще зрительные животные. Так вот, только четвертому году жизни у человека 17-е поле, затылочное, о котором мы еще не говорили, созревает на 85-90%. А это то самое, куда приходят первичные проводники. Даже оно еще не зрелое. Оно созревает на несколько лет позднее. А вот поля 18-19 вообще к пяти годам только на 70% созрело. А это что? Это поля, которые окружают первичное зрительное поле, затылочное, 17-е, и определяют цвет, восприятие цвета и графических примитивов. Именно в момент созревания этих полей происходит та самая влюбленность детей, еще половые центры не сформировались, в кино особенно фантастическое. И, как известно, Голливуд и Марвел паразитируют на этом уже много-много десятков лет. В чем дело? Когда созревают 17-е, 18-е, и 19-е поля, а это как раз чудесный период, когда заканчивается основная дифференцировка к 10-ти годам, дети млеют от фантастических фильмов. В чем дело? Дело в том, что при созревании вот этих самых полей и цветовых, то есть 18-е и 19-е, графические примитивы, эти самые поля накапливают в себе ту самую жизненно важную информацию о образах окружающего мира. А дети сталкиваются с повседневной достаточно, ежедневно достаточно с простым окружением. А придя в кино, они попадают в мир иллюзий. Там предлагают каких-нибудь синеньких человечков, аватаров, каких-нибудь страшных орков, еще что-то. В общем, всякое такое, чего в жизни они никогда не видели. И тогда они приклеиваются к этому фильмам, или там этот Гарри Плоттер, то есть Поттер, который там на палке летает на швабре, то тоже они этого не видели и таких образов у них в 17-м, 18-м, 19-м поле нет. Они на это подсаживаются в прямом этом смысле, как на наркотики. Но это наркотики другие, это информационные. Потому что детский мозг не понимает, что это ерунда, которому его скармливают в кино и никогда не пригодится. И что никаких синеньких человечков он в жизни встретит. Им кажется, что это реальность. И поэтому он пытается к этой реальности приспособиться. То есть адаптироваться. А мозг лихорадочно накапливает эти самые образы, которые до этого у ребёнка в жизни не встречались. Отсюда такая зависимость, отсюда такая впечатлительность. Если вы даёте ребёнку, ну, например, две булавы или ещё что-нибудь, круг, холохуб, в том возрасте, когда созревают двигательно-моторные центры, ну, вы его от него не оттащите от этого дела. И освоит он их феноменально. Впрочем, как и шулерство на картах. Тут тоже у детей получается бесподобно. И в своё время это широко использовали. То есть, иначе говоря, если вы воспользуетесь периодом созревания коры и захотите привить какие-то тельные качества хорошие или плохие, то ребёночек будет абсолютно готов. Почему? Потому что кора, интенсивно образующая связи, является прекрасным субстратом для того, чтобы запомнить много очень всего интересного, нужного или безобразного. Поэтому надо внимательно относиться к гетерохронии. вот это явление неравномерности созревания коры называется гетерохрония. Надо очень внимательно к ней относиться и не пытаться заставить детей делать то, что они не могут. Ну, я вам приведу несколько ещё примеров. Что к четырём годам даже в сетчатке глаза, в периферической части анализатора, палочки-колбочки увеличиваются в 6-7 раз. и последствия ещё в 2-3 раза. То есть, иначе говоря, у нас процесс формирования даже периферических анализаторов продолжается очень долго после рождения. Ну, достаточно упомянуть, что вот у новорожденного, да, к 8 месяцам плотность синапсов на единицу площади очень сильно увеличивается, а потом к 11 годам падает. странно, как же они элиминируются. Да нет. Просто вначале, как я вам говорил, мозг плотный, потом в 4,5 раза увеличивается, ну и соответственно синапсы располагаются реже. То есть, их почти осталось то же самое количество, но за счёт роста мозга, гидротации и увеличения других связей он как бы уменьшает число связей. Ну, на этом мы сегодня мучительную для вас часть связанную с развитием мозга ребёнка закончим и перейдём к весёленькому, а именно к Богородскому дятлу. Ну, и у нас есть масса всяких интересностей, которые нам, так сказать, подбрасывает история и научное сообщество, но просто нету сил какие интересные события. Ну, так говорит мой попугай, когда ему что-то сильно не нравится. Что же оказалось? В этом сегодня у нас порадовал Базельский университет. Швейцарцы, они, как известно, лидеры в определённых областях, но, к сожалению, имеется в виду медицинских патологий, некоторых, особенно связанных с мозгом. Ну, это отдельный разговор. Но тут они отличились. Они в замечательном журнале ПНАС, Цюрихский университет опубликовал потрясающую статью, которая просто произвела на меня лично неизгладимое впечатление. Они показали, что, оказывается, полушария у нас между собой интегрируются при помощи гамма-волн. Это тех самых, которые отводят от электромагнитиков, когда надевают шапочку на голову. Я уже рассказывал об этом. Это игрушка для мальчиков и их родителей. Так вот, эти орелики показали, что, оказывается, интеграция левого и правого полушария, самое главное, в распознавании слов происходит с помощью гамма-волн. Причём, это нейролингвисты. Вот, нейры, я не знаю, с какой стороны они нервы, но лингвисты. У нас сейчас везде нейроприставка такая. То есть, но это очень плохие лингвисты, поскольку они решили, что связь между полушариями, информационно вставляют гамму-волны. А что же на самом деле? Сейчас я вам объясню. Придётся вам потерпеть две минуточки всякого безобразия. А дело-то в том, что, к сожалению, эти нейролингвисты из Цюрихского университета не догадываются о том, что из левого и правого уха волокна приходят в ганглии, а потом приходят в два кахлеарных ядра, которые располагаются с левой и с правой половины ствола мозга. От них сразу начинаются перекрёсты. И через оливу, где уже происходит перекрёст сигналов из левого и правого уха, поднимаются наверх, уже после перекрёста, в ядра латеральной петли, то есть дарсальная и вентральная и интермедиальная, где ещё раз перекрещиваются и поднимаются в латеральное коленчатое тело, где опять перекрещиваются, потом попадают в кору. То есть существование трёх перекрестов волокон на пути восхождения слухового нерва цюрихские нейролингвисты не подозревают об этом событии. Поэтому они с помощью МРТ и стимуляции кожи магнитиками, ну как в детских игрушках, они догадались и опубликовали замечательную статью в очень высоко цитируемом журнале. Так что вот хоть стой, хоть падай. Такое впечатление, что до этого 150 лет мы мозгом не занимались. Но Цюрихский университет ладно. Отличился и университет в Базеле. Там тоже выдающиеся учёные провели глубочайшее исследование, опять-таки с помощью МРТ и доказали, что кофеин уменьшает объём серого вещества. Но это уже просто паноптикум какой-то, потому что люди пьют кофе, ну и они вот, значит, взяли несколько десятков человек и начали измерять у них толщину коры. Представляете, да, кора, под каким углом ты посмотришь, какая складка, это интросулькарный компонент или наружный, то есть, это борозда или извилина, там можно получить всё, что хочешь. Но даже если сделали статистически достоверно, допустим, причём в правой медиальной височной области, которая довольно косвенно, скажем так, мягко связана вообще с кусовой рецепцией со всем остальным, они показали, что кора меняется. Ну, кажется, ну, хорошо, а через 10 дней, если кофе не пить, кора расширяется, она становится толще. Не будете пить кофе, с точки зрения базильских учёных будете умнее. Вот этот бред сивой кобылы, просто это мечта нашего Богородского дятла, состоит в том, что на самом деле, о чём идёт речь. Представим себе, что эти данные действительно достоверны. То знаем ли мы такие прецеденты? Знаем. Где? Дело в том, что не так давно уже не базильские и не цюривские учёные, а американские доказали, что пребывание в невесомости изменяет толщину коры. У нас был огромный шум, что доказано, невесомость, она влияет на толщину коры. Ну и с этим они носились месяц 30, собрали грант и успокоились. На самом-то деле, у нас толщина коры реально меняется у женщин во время месячных половых циклов. С чем это связано? Как вы понимаете, с изменением гормонального статуса, а ещё точнее, с изменением водно-электролитного баланса головного мозга. Меняет кофе, точнее кофей, меняет или не меняет электролитный баланс? Да, меняет. Неудивительно, что у нас при наличии большого количества кофе, гидротация, причём они же не объясняют, за счёт чего, быстрее всего, межклеточной жидкости, дегидротация уменьшается. А если перестаётся, то гидротация нарастает. Вот и весь, всё достижение базали. Я поздравляю базальских учёных, а думаю, что грантов они получили достаточно. Значит, ну, есть всякие весёленькие вещи, связанные с китайскими исследованиями, в данном случае уже археологическими, тоже прекрасные. Дело в том, что не так давно все носились, ну, и, конечно, из некоторых стран, особенно выдающиеся учёные, ну, такие же, как у нас, когда они подтверждали через два дня холодный термоэдельный синтез или клонирование тут же. Ну, вот, примерно такие же исследователи, значит, говорили, всем недавно был огромный шум в 2015 году, когда китайцы доказывают, что китайская обезьяна самая древняя и самая умная, ну, сами понимаете, до этого в 30-х годах она была в Германии, до этого в Англии, ну, и так далее. Чем, в общем, больше глупостей у этноса, тем более древняя должна быть обезьяна. Так вот, в Китае они начали доказывать о том, что нашли останки там зубов, которым 120 тысяч лет. Ну, наконец-то, спустя некоторое время это удалось переделать. Но тогда к этому исследованию, поскольку вы понимаете, что получить грант ни на что очень приятно, к ним присоединились и Тайвань, и Австралия, и США, и сказали, да-да-да, 120 тысяч лет замечательно. Сейчас перемерили, оказались, что зубки-то новенькие, им и 16 тысяч лет нет. то есть, вот этот позор очередной наконец-то стал широко известен, потому что, ну, нету сил, потому что ради того, чтобы китайская обезьяна была самой древней, они готовы пересмотреть всю историю происхождения людей в угоду политическим амбициям. К сожалению, это не так. А наши, значит, эти популяризаторы все это подхватывают и доносят как истину в последней инстанции. Так что, вас поздравляю. Еще одной, одним мифом у нас стало меньше. И те самые мифологи, которые вам это рассказывают, к сожалению, об этом вам ничего никогда не скажут. Ну, а сейчас мы перейдем к ответам на вопросы. Здесь много странных вопросов. Почему-то написано Павел Давыдов, вы перешли на уровень член партии. Хочется тоже рассказать анекдот. Спрашивают у Абрама Моисеевича. Абрама Моисеевича, вы член партии? Он говорит, нет, я ее мозг. Так вот, примерно такой ответ мой будет. С какими исходными данными имеет дело ваша команда работать над искусственным спинным мозгом ящерицы? Расскажите, пожалуйста, все, что не является секретом. Секретом является все, но, к сожалению, сейчас этот проект приостановлен из-за отсутствия средств на его продолжение. я очень надеюсь, что он какой-то обозрим будущему возобновится. Те принципы, которые там мы используем, я уже неоднократно говорил о том, что на самом деле система, которая создается, она будет построена по совершенно иным принципам, нежели современные компьютеры. Но, как все новое, так сказать, чересчур оригинальное, это, к сожалению, сталкивается с большими трудностями. Подскажите, пожалуйста, как повысить вероятность хороших отношений между двух сестер и братьев? Есть два способа, широко известных с незапамятных времен, или оставить кого-нибудь одного, или заняться общим делом, в котором не надо делить деньги. Другого способа нет, потому что сестры и братья, они очень разные по конструкции мозга. Вероятность того, что вы можете договориться друг с другом, не очень велика даже у однояйцевых близнецов. Почему? Такие исследования проводились. Сейчас объясню. Даже если однояйцевый близнец, то со временем часть генов, там есть специальные молекулярные генетики, это хорошо знают, расскажут вам подробно, есть специальный механизм, который одни гены как бы репрессирует, то есть закрывает, а другие открывает. Вот в процессе жизни вот этот механизм у всех людей срабатывает по-разному, индивидуально. И даже однояйцевые близнецы при генетическом анализе через несколько лет разлуки могут показать вам очень странный даже в генетическом плане особенности своего генома. Значит, смотрим дальше. Поэтому сестёр и братьев, особенно если это не однояйцевые близнецы, то это вообще катастрофа. вероятность того, что у них окажется сочетаемая даже в общем плане конструкция мозга, похожая друг на друга, очень низка. Именно поэтому обычно дети не похожи на родителей, не могут с ними договориться. чуть получше с бабушками и дедушками. Не из-за того, что бабушки и дедушки такие мямли и там расслабленные балбесы, которых внуки обманывают и внучки. Нет. Из-за того, что они конструкционно чуть-чуть побольше, друг на друга похожи, там особенности передачи генома через материнский организм. А близкие это величайшее счастье, если вы найдёте общий язык. Потому что вероятность по биологическим законам таких расхождений очень велика. Добро временно. Лечится ли врождённая спинальная миотрофия у детей? Вы знаете, достоверной литературы на эту тему я не читал. Вполне может быть, а может быть и нет. Почему люди сочиняют стихи? Ну, вы можете Лора Биджис странное для нашего слушателя название тем не менее люди сочиняют стихи, но вы посмотрите на Ахматову, на Цветаеву. Кончились гормоны, кончились стихи. Посмотрите на Александра Сергеевича Пушкина, как менялась его поэзия. Гениальный поэт, но гормонально зависим. И так за кого не возьми. Стихи это краткая яркая демонстрация уровня синтеза половых гормонов. Если они ещё и талантливые, то это замечательно. Это действительно берёт за душу. А вот если они бездарные, а гормонов полно, а таки мы сталкиваемся постоянно, вот это, конечно, печаль. Сергей Вячеславович, если эмбригены зависят от биомеханики, получается, мы, возможно, сможем повлиять на формирование с мозгом множенными свойствами, только средств технических я понимаю нет. От биомеханики, значит, поясню, да, действительно, на ранних стадиях развития. На каких ранних стадиях? Вы меня простите, это 11-12 день после оплодотворения. Девушки, часто, не знают, что у них там. В этот момент идёт биомеханическая детерминация, формирование нервной трубки и её сегментация. Можем воздействовать? Да, можем. То, что получится, понятия не имею. Я делал такие эксперименты на зародышах амфибий. Да, можно получить двуголового. Да, можно получить ананцефала, то есть, вообще, как у человека бывает при патологиях. Но при этом нужные свойства задать вы не можете. Это слишком ранние стадии. И наша индивидуальность, как мы только сегодня рассказывали, складывается намного позднее. А какая связь между этими событиями, это надо исследовать. Я, к сожалению, ответить на это не могу. Прямо. Каков механизм гибели от болевого шока? Ну, это отдельный разговор, это не ко мне. Синдром ребёнка, значит, здравствуйте, мозг ребёнка, синдром дефицита внимания. Как-нибудь отличается от мозга обычного здорового ребёнка? Вам приходилось смотреть мозг человека с данным синдромом? Вы знаете, данный синдром не проявляется морфологический, а зачастую он может оказаться изобретением лечащего врача. Надо быть очень внимательным. Сходите к нескольким лечащим врачам, посмотрите, может, никакого синдрома нет, поскольку ещё совсем недавно этого синдрома не было в международной классификации болезней. Я боюсь, что здесь много надуманного. Вполне возможно, что задать проблема в чём-то другом. То есть поосторожнее надо, особенно с новоизобретёнными болезнями. взрослому человеку если заняться каллиграфией, то будет толк или это занятие только детям показано. Ну что вы, у нас есть замечательный музей каллиграфии в Сокольниках, можете туда сходить посмотреть, там у них, кстати, огромные фонды и прекрасные выставочные залы. Сходите, посмотрите на каллиграфию самых разных народов, и европейцев, и наших, и арабоязычных, и японцев, и китайцев. Там до недавнейшнего времени, пока ковид, так сказать, всех не разогнал, проводились и фестивали, и даже такие съезды каллиграфистов, лучших каллиграфистов мира. Я с некоторыми из них имел счастье познакомиться. действительно мастерами прекрасными. Причем вы посмотрите, там есть для детей, у кого есть желание, есть даже ведутся такие семинары, уроки в каллиграфии, где обучают детей. И это развивает получше, чем дорогой психолог детский, так сказать. Потому что дети научаются управлять своими моторными полями на кодекс. Это очень важно. И у меня даже есть специальная лекция на эту тему на одном из таких собраний каллиграфистов. Для взрослых это то же самое. То есть более того, вам скажу, есть в Японии, в США, во многих других странах специальный курс каллиграфический. В Японии там вообще каллиграфист приезжает на фирмы и обучает людей каллиграфии. Там раз в неделю, два часа за счет рабочего времени. Невероятно. Но это так. То же самое и в США. Дело в том, что каллиграфия позволяет не только восстановить многие функции, но и организует мозг. Я говорил, что к сожалению у нас вот эти поля в лобной доле, которые контролируют то, что называется чистописанием, координацию движений и центры управления речью, которые планируют написать буквы четки, как ставить, они сцеплены между собой, но редко нами используются. И поэтому любая практика на эту тему дает огромное усиление кровообращения мозга в этих областях. Может быть вы не станете великим каллиграфистом, но от приступов маразма избавитесь, потому что кровоток там точно будет лучше. Редкое занятие и для взрослых, особенно с некоторыми формами инсультов и шемических и геморрагических в головной мозг, они даже показаны. Есть такие способы лечения. Советую этим заняться, и особенно если есть желание. Есть ли Юрий Соколов, есть ли какое-либо универсальное средство держать мозг в постоянном тонусе, чтобы всю жизнь здраво мыслить, иностранные языки и пр. Спасибо за ответ. Всё, что связано с запоминанием, на мозг не сильно действует, в том числе иностранные языки и пр. Дело в том, что наш мозг устроен так, что он старается не работать. Если что-то можно повесить на запоминание, это хорошо, это, конечно, тоже хоть что-то, но лучше, чтобы вы решали постоянно ранее нерешаемые никем задачи, или хотя бы вами. Тогда вы будете привлекать все ваши способности. Попробуйте в свободное время заняться чем-то позитивным, руками, так, чтобы от вас польза и дома была. Сделайте какую-нибудь изящную полочку любимой жене или маме, сделать что-нибудь хорошее, соберите, научитесь бандарничать, начните производить бочки для любимой самогонки и прочее. то есть нужно что-то делать не только языком, нужно делать руками и заставлять голову свою решать те задачи, которые она, кажется, никогда не решала и решить не может. Тогда вы сосуды. Причем это надо делать в разнообразном плане. То есть нельзя надеяться на то, что игра в теннис сохранит ваш мозг. Нет. У вас везде, кроме моторных областей, будет развитый моразм. Что, собственно говоря, мы видим постоянно. Что больше сказывается на когнитивных способностях мозга? Генетически сложившись картина полей мозга, внутриутробное развитие, развитие умственной способности ребенка, все сказывается, но дело в том, что когнитивные способности это то, как вы мозгом пользуетесь. А здесь у вас в основном статические вещи. Нутриутробное развитие влияет, влияет. Как? Надо ребенка кормить, чтобы рос. Развитие умственных способностей ребенка это чего? Это вот то, о чем я сегодня говорил. Надо ребенку своевременно предлагать те формы занятий, к которым приспособлен его мозг, для того, чтобы в связях новообразующихся полей закрепились некие навыки, которые ему могут пригодиться в взрослой жизни, или хотя бы, чтобы эти поля обогащались системой связи, поскольку они вынуждены будут работать. А насчет генетически сложилось, но сложилось, сложилось, там ничего не изменишь. Только с возрастом, с развитием маразма, значит, будут потери, и тогда вполне возможно, что некоторая картина несколько изменится, то есть соотношение структур мозга. А так нет. Зорин Борис спрашивает, Сергей Вячеславович, разумно ли деление на физиков и лириков? Есть ли в этом здравый смысл от придумки психологов? Психологов психологов. Потому что, понимаете, в чем дело? В Советском Союзе была одна проблема. Там во всех фильмах, ну, за исключением против военных противников, во всех остальных случаях социальная система социализма, она не предусматривала наличие внутренних врагов. А это, ну, на худой крайне разбойников, ну, это на крайняк. А так в основном все фильмы с социальной подложкой, они состояли в следующем, что идет сражение не на жизнь, а на смерть, со всякими ухищрениями между двумя противниками. Один хороший человек, а другой очень хороший человек, и между ним идет схватка. Ну, понимаете, масштабы маразма этого всего. Ну, поэтому, ну, ну, что, поэтому и физиков с лириками разделяли. Для чего? Ну, для того, чтобы найти хоть какой-то внутренний конфликт. Потому, что искусство это всегда разрешение конфликта, там можно или как все песни у нас про то, про разделенную или неразделенную любовь, или про внутренние конфликты. Вот эти конфликты изобретали. А то, что эти самые физики устраивали такую организацию, из которой повылезло очень много пивунов, ну, например, Акуджава, так называемый клуб самодеятельной песни, они всех достали в советские времена, они даже на лазерных станках гравировали такие маленькие значки КСП города Суголыч. Как-то я наступил с погом на эту гадость в электричке. Так вот, они собирались, назначали места, созванивались, и там, значит, вечером под балалайку, под гитару, там они исполняли свои песни, иногда очень хорошие. И многие так называемые барды оттуда много чего поимели. То есть, их многочисленные достижения в области сценичества иногда являются просто откровенным воровством. Я пару раз был на таких сборищах. Значит, так вот, там 90% вот этих самых пивунов под гитару были в основном те же самые физики. Поэтому вся эта система это выдумки советской, скажем так, околокиношной культуры. Ну, или вообще культуры. Значит, так. еще. Так ли на самом деле вредно молоко взрослым особям, ведь у нас отсутствует ренин. Ну, во-первых, кто вам сказал, что это в этом проблема. Вы знаете, я очень плохо отношусь к американским врачам общей практики, особенно из глухой провинции, которые приезжают сюда, нас здесь учить жить. О том, что молоко надо пить только такое, которое сначала в Америке высушили, а потом здесь разболтали с водичкой и добавили ароматизатор и прочее. Знаете, если нет очевидных аллергических реакций, то надо питаться так, как питались ваши предки, потому что на этой территории, если вы, конечно, неожиданно приехали из Австралии, ваши все предки до этого жили там 300 лет в Австралии, значит, если вы и ваши предки жили где-то вот в районе средней полосы, где мы находимся сейчас, то надо стараться придерживаться традиционных систем питания, в том числе и молока. Но если у вас там проблемы с молоком, то ну ешь кисломолочные продукты, есть творог и прочее, прочее, потому что белок оттуда должен попадать, соединения, которые берутся из коровьей сиськи тоже. Не надо превращать наше питание в американский проект. Вот по этой причине нужно придерживаться традиционной пищи, ибо наши ферментативные реакции нашего организма, те самые, которые позволяют эту пищу усваивать, они приспособлены к тому, что мы ели на этой территории. Придерживайтесь этнических традиций, проживете дольше. Так. Как мне самому понять, что я гений? Многие мои действия по жизни говорят об этом, но только реализоваться никак не могу. Чем бы ни занимаюсь, делаю всегда лучше других. Сделайте какое-нибудь одно дело хорошо до конца. Так, чтобы это было всем заметно. Потому что, вы знаете, в молодости очень многие молодые люди обладают обалденными способностями. И прямо фонтанируют идеями, мыслями. Но из них через 15-20 лет никого не остается. И все их вот эти выбросы, такие мозговые полюции, они, к сожалению, прилипают только к стенам прошлого. И сами ничего произвести не могут. То, что вы делаете хорошо, сделайте что-нибудь хорошо так, что никто не делал никогда до вас, доделайте до конца и расскажите об этом человечеству, оно будет очень довольным. Потому что человечество любит, когда вы можете делать что-то такое, что никто никогда в истории не делал. Самореализуйтесь, найдите все занятия по душе. Еще, Сергей Вячеславович, расскажите, пожалуйста, что такое целеполагание, никак не могу разобраться. Целеполагание это на самом деле умышленный термин, который умышленно вводится все время психологами, много трактуется, но подразумевается под этим целый комплекс явлений, который на самом деле предполагает, что у какого-то человека или у какого-то группы людей есть цель некоторая, целеполагание, то есть, это то, что вы не просто живете, потребляя белки, жиры, углеводы и борясь за место под солнцем, но и идете к некой цели. Как сейчас предыдущий слушатель, который задавал вопрос. У него все получается хорошо, но целеполагание, то есть, определенной цели, определенного занятия, которым он хочет увидеть результат нет. Но отсутствие целеполагания, он талантлив во всем, но ничего не сделал. Вот в этом проблеме. То есть, целеполагание, это цель, которая так красиво еще украшена. Цель человеческого, в которой некоторые пишут о том, что достигнув цели, я испытываю разочарование. Но если ваша цель такая, что вы испытываете разочарование, ставьте цели, до которых вы достигнуть никогда не сможете. Тогда жизнь вся будет заполнена интересными занятиями. Это шутка, но это всегда так бывает, поскольку достигнув цели, человек обычно осознает ее ничтожество. Это обычно так, потому что вы к тому времени уже так переварили ее, так обдумали, так много на нее возложили, что достигнув, вы понимаете, что нужно ли этим было вообще заниматься. То есть ставьте цели невыполнимые, тогда жизнь будет долго, интересной и очень опасной. Так, сейчас смотрим еще есть ли у нас вопросы. Сергей Вячеславович, над чем вы сейчас в науке работаете? Значит, я работаю сейчас, а конкретно ковыряюсь с мозгами миксинами ноги ланцетника. Меня это очень занимает, плюс я смотрю ранние эмбриональные патологии мозга человека, которых очень мало описано, вообще известно около 80 штук, из них 70 описал я, поэтому извините, вот простые вещи. Я бы занимался чем-то более интересным, но как вы понимаете, финансирование науки резко сокращается, особенно в нашей стране, это и во всем мире, и никаких шансов заняться чем-то, скажем так, деньгой ёмким, то есть то, что потребует оборудование, ещё чего-то, практически не удаётся. Поэтому приходится ограничивать себя и заниматься тем, что доступно. Человеческий эмбрион маленький, и у миноги мозги маленькие, но это можно одолеть. к сожалению, более сложными вещами у меня нет возможности. То есть средств и поддержки не предвидится. По этой причине набор занятий довольно ограничен. Ещё один вопрос. Принцип работы квантового компьютера похож на работу нейронов-головного? Ни на сколько не похож. Никакого отношения не имеет. И более того, ничего не скажу, ничего не даст. Даже если их понастроят так, как столько же, сколько айфонов. Скорость вычисления к мышлению отношения не имеет. Именно поэтому была попытка запустить проект по созданию хотя бы искусственного интеллекта уровня ящеричного мозга спинного. Для того, чтобы отработать системы, позволяющие действительно синтезировать новую информацию, а не использовать компьютеры и все эти квантовые компьютеры и все остальные в качестве обычного бейсовского классификатора довоенной природы. Пока все находится в этом убогом состоянии. Надеюсь, что в далеком будущем или недалеком мне удастся продолжить проект по искусственному зверьку, и тогда может быть мы опробуем что-то более-менее разумное. Пока алгоритмизация и пути развития современной компьютерных технологий они явно тупиковые, о чем говорят профессионалы, а не я. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok